Вчера областная дума приняла решение порядка 137 миллионов выделить в Балаковский муниципальный район. На сегодняшний день мы уже готовы к этому более процессу. Пока еще нет, мы эти деньги ожидаем в конце следующей недели. На основании полученной информации будем объявлять авукцион. То есть где-то предполагаем в числах 20 июня объявить авукционы на ремонтные работы. Перечень дорог у нас уже есть. Есть объем с нашей стороны подсчитан на порядке 150 миллионов рублей. Но естественно то, что необходимо делать, будем согласовывать с депутатами для того, чтобы выполнить монеты. А так-то, кроме этого, у нас уже в этом году по двум дорогам, то что касается проспект Героев и Бульварос, работы сделаны. На сегодняшний день ведутся работы по транспортной, там 27 миллионов, верхний слой снят 100%. С понедельника начали укладку асфальта. Поэтому деньги придут, готовы объявить авукцион и начинать работу. Ну и очень много критических замечаний было у нас от жителей, от средств массовой информации по качеству ремонта общественных территорий. То есть вот как вы видите разрешение этого вопроса? Наверное, не совсем добросовестные подрядчики выполняют определенный объем работ, устраняя какие-то нарушения и применять никакие меры взыскания и радиоподрядчиков? Ну, если смотреть вопрос по программе «Комфортная среда», есть два направления. Первое направление – ремонт дворовых территорий и второе направление – общественные территории. То, что касается по дворовым территориям, с марта-апреля депутатами городского муниципального образования пройдены все объекты, где-то было выявлено порядка 35 замечаний. Эти замечания были выданы организациям, которые сделали, выполнили ремонтные работы, и до 15 июня они должны устранить. После этого опять собирается комиссия, в котором будут проходиться все объекты, где были замечания. То, что касается по общественным территориям, у нас в этом году 5 общественных территорий, по 3 объектам мы работаем, процент где-то в третьем составе 45%. Те общественные территории, которые были выполнены в прошлом году, также, где у нас имеется замечание, всем подрядным организациям выдано предписание, будем выполнять соответствие графиков, которые мы им укажем. Очень много было вопросов по домам, по факелу социализма, которые рядом с Абилисом. Я хочу сказать, что на моем округе, там 9, где ремонтировались 13 дома, вчера мы со старшими общались с председателем ТСЖ. Они говорят о том, что они благодарны, как им сделали двор. Значит, благодарна бригада, они какой-то фамилии не знаем, которая, значит, подрядная организация, ПИХ работала. Люди слышали, говорят, все наши пожелания, мы довольны, мы счастливы, что так нам все сделали хорошо. Председатель ТСЖ провела работу с жителями. Да, дома старые, там где-то двери, значит, пришлось обрезать. Жители сейчас вместе с председателем ТСЖ меняют двери. Они очень просили передать. Они вот сейчас собираются писать письмо и в администрацию, и, значит, в газету, выразить свою благодарность. Поэтому вот я сейчас пока передаю эти слова благодарности. Не все так у нас плохо, как мы хотим видеть иногда. Хорошо, подписать протоколы. Да, и подрядчики, они вот в очереди не стоят. Найти хорошего подрядчика тоже очень сложно. Если подрядчик своевременно устраняет те недостатки, оперативно устраняет, это нормальный подрядчик. Если вот подрядчик не исполняет свои договорные обязательства, тогда с этим подрядчиком надо прощаться. А если устраняет, то есть, конечно, недочеты. Он будет, наверное, стремиться. Но от моих жителей, от тех дворов, которые, я вот и передаю слова благодарности за хорошую организацию работы.